В приюте для бездомных животных этого больного питбуля хотели усыпить, но бедняжку заметила и пожалела маленькая девочка, и его жизнь полностью изменилась. В одно прекрасное весеннее утро Инга проснулась от нетерпеливого топота маленьких ножек по коридору. Её маленькая дочка Сара уже несколько месяцев умоляла завести домашнее животное. Каждый день, наблюдая из окна за игривым золотистым ретривером соседей, девочка устраивала маме целый спектакль со слезами и истериками. Инга лишь отмахивалась, аргументируя тем, что дочь сама не справится с питомцем. Но на самом деле женщину останавливал страх, что ребёнок случайно обидит животное, и питомец покусает её драгоценную девочку. Однако в это утро Сара была как никогда настойчива, и в итоге Инга согласилась съездить в приют для бездомных животных и посмотреть на питомцев, которые там находятся. Через час мама с дочкой уже были на месте. Из клеток на них смотрели десятки собачьих глаз и миловидных кошачьих мордочек. Сара шла впереди, с любопытством оглядываясь по сторонам, но ни на чем особо не заостряя своё внимание. Неожиданно Сара резко остановилась у дальнего тёмного угла, где в одиночестве жалобно поскуливала собака. Когда Инга подошла поближе, то сильно удивилась, так как у сидевшего за решёткой питбуля был очень жалкий вид. От бедняжки сильно пахло, будто её не мыли уже несколько месяцев. Из пожелтевших от какой-то болезни глаз постоянно лились крупные слёзы, а из носа собаки текли сопли. Инга тут же подумала о том, что она никогда в жизни не возьмёт к себе домой это несчастное создание. Однако девочка повела себя совершенно непредсказуемым образом. Сара села прямо на пол возле клетки и протянула свою крохотную ладошку вовнутрь к морде больного питомца. «Собачка! Иди ко мне, собачка!» – приговаривала она своим звонким голоском. Питомец в ответ жалобно заскулил и отпрянул в угол. Инга с замиранием сердца следила за происходящим, опасаясь, что довольно крупная собака может оказаться очень злобной. Однако питбуль даже не думал проявлять агрессию, он лишь жалобно смотрел на людей, стоящих рядом с его клеткой. Сара умудрилась дотянуться до собаки и погладила её за ушком. Это явно понравилось питомцу, который, похоже, уже давно забыл, что такое любовь и ласка. Собака легла на пол и с удовольствием позволила маленькой девочке гладить её, а Сара при этом радостно посмевалась. Эта картина тронула сердце не только Инги, но и сопровождающей их сотрудницы приюта, которая на мгновение задумалась, а затем решилась рассказать посетителям правду. Оказывается, этот питбуль находился в приюте уже в течение долгого времени, и никто не хотел забирать его к себе домой, из-за его болезненного внешнего вида. Поэтому собаку в скором времени ждала печальная участь, и её должны были усыпить, так как дополнительных средств на лечение питомца в бюджете приюта не было. Сара, несмотря на свой совсем юный возраст, словно поняла, что у питбуля очень тяжёлая судьба, и ему нужна помощь. Казалось, она чувствовала всю боль и страдания бедного создания. В эту минуту сердце Инги окончательно дрогнуло. Она обняла дочку и произнесла судьбоносные слова. «Не плачь, радость моя. Мы возьмём эту собачку и обязательно её вылечим». Сара тут же расплылась в счастливые улыбки, всем своим видом излучая безграничную благодарность. В тот момент Инга надеялась, что дочке быстро надоест эта грустная, бальная собака, и они вскоре вернут её в приют, но вышло всё совершенно иначе. По приезду домой для собаки постарались создать максимально комфортные условия. Питомцу приготовили мягкий лежак с тёплым пледом, достали из кладовки старые чистые тряпки и чашки для корма и воды. Сара с удовольствием помогала маме тщательно мыть собаку и даже придумала для неё красивую кличку Бонд. Довольная собака лишь жалобно поскуливала и ловила каждое движение маленькой девочке преданным и полным благодарности взглядом. Первые дни в новом доме Бонд вёл себя очень тихо и везде следовал за своей маленькой хозяйкой, куда бы та ни пошла. Стоило Саре выйти из комнаты, как Питбуль тут же принимался жалобно хныкать и дрожать в ожидании её возвращения. Казалось, малышка была его единственной связью с новой жизнью, наполненной любовью и заботой. Через несколько дней семья повезла Бонда в ветеринарную клинику. Сара наотрез отказалась оставаться дома, желая поддержать питомца во время его визита к ветеринару. После тщательного осмотра собаки-ветеринары даже провели небольшую операцию, а Сара с нетерпением ждала, когда же они наконец отдадут её нового друга. Вскоре собаку вернули хозяевам вместе с лекарствами, необходимыми для её полного выздоровления. Дома Инга и Сара строго выполняли все рекомендации ветеринаров, а девочка буквально не отходила от своего любимого питомца, обязательно желая принимать участие в его лечении. Прошло несколько недель, и от болезни Бонда не осталось и следа. Теперь это была полностью здоровая, полная энергии собака, которая просто обожала своих добрых хозяев, особенно маленькую Сару, которая спасла ей жизнь. Вскоре Инга решила, что Бонд достаточно хорошо адаптировался к новому дому, чтобы начать принимать участие в собачьих мероприятиях. Они записались на курсы дрессировки, где Бонд смог не только закрепить свои успехи, но и подружиться с другими собаками. Сара с гордостью наблюдала за своей умной собакой, а Бонд всегда искал взгляд своей маленькой хозяйки в толпе, словно ища её поддержки и одобрения. Однажды, во время одной из прогулок, Сара заметила, что Бонд особенно активно играет с одним псом в парке. Маленькая хозяйка быстро подружилась с его владельцем, и это знакомство переросло в новую традицию, теперь они встречались каждые выходные для совместных прогулок. Так Бонд нашёл не только семью, но и верного друга. Инга часто задумывалась о том, как много всего произошло за этот год. С того самого дня, когда они с Сарой зашли в приют для бездомных животных, их жизнь сильно изменилась и наполнилась новыми красками. В доме теперь царили невероятный покой и умиротворение. Сара каждый день играла, смеялась и создавала вокруг себя атмосферу абсолютного счастья. А Бонд, чутко ловя каждую нотку этой детской радости, становился всё более уверенным, ласковым и беззаветно преданным своей новой семье. Для Инги это было поистине бесценно, видеть, как вокруг её обожаемой дочки образовался идеальный круг взаимной любви и гармонии. Вот так может полностью измениться и преобразиться жизнь несчастного и забытого всеми животного, если её наполнить заботой и любовью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.